Эпицитуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей оценивается как неблагополучная. Растет статистика ОРВИ. По республике около 4,5 тысяч заболевших за прошлую неделю. Зафиксировано 9 случаев гриппа. Есть случаи летального исхода. Известно, что погибший заразился вирусом АН1Н1. Этот штамм гриппа сейчас бушует у соседей. По данным на 1 февраля, 12 человек погибло в Молдове и 28 на Украине. Чтобы избежать необратимых последствий, медики призывают не заниматься самолечением, а при первых же симптомах болезни рекомендуют обращаться в больницу. В сезон простуд советуют усилить меры профилактики. На этот период начинается проведение именно противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. Что это предусмотрит? В лечебно-профилактических учреждениях города, конечно, усиливается и противоэпидемические, дезинфекционные режимы, ну и, конечно, введены уже карантинные ограничения. Во всех образовательных учреждениях нашего города также усиливается дезинфекционный режим и проводятся все соответствующие мероприятия. То есть усилен контроль за проведением проветривания, влажных уборов, в том числе с применением дезинфектантов. И, естественно, что с 1 февраля мы ввели ежедневный мониторинг заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе гриппа, по ежедневных, по городу. То есть мы знаем за каждый день, сколько зарегистрировано по, естественно, по контингентам, по возрастным контингентам. Сейчас не лучшее время для посещения кинотеатров или походов по магазинам. Мест большого скопления людей лучше избегать. После пребывания на улице или в общественном транспорте необходимо вымыть руки с мылом. Снизить риск заражения вирусной инфекцией поможет медицинская маска. Ее можно использовать на улице, в общественных местах, на работе и дома, если болеет кто-то из членов семьи. Обязательно ежедневно проводите влажную уборку на рабочем месте и дома, проветривайте помещение в течение 15 минут и старайтесь избегать переохлаждения, так как ослабленный организм может быстрее заразиться.